Опа! Привет! Я люблю! Павел Питель погиб в ДТП Ну как погиб? Он самоизолировался на небесах Вообще это достаточно скользкая тема, потому что это тема смерти Но все-таки хотелось бы углубиться в нее Во-первых, напомнить, кто такой Павел Питель Для тех, кто в танках и не совсем знакомы с лором интернета Особенно русского ютуба Это был такой здоровенный мужик, такой качок качков Который несколько лет назад жестко эпатировал буквально везде Переодеваясь в женское, нанося очень яркий макияж Он, кстати, был еще с Украины И, в общем, на днях он погиб И почему же все-таки это скользкая тема? Да потому что хотелось бы сказать, что это херовая смерть И не в плане того, что человек умер и это херово Нет, херовая смерть, потому что он разбился Будучи в машине, которая гнала 200 км в час Ночью по дороге По российской, извините меня, дороге То есть это просто суицидник на 100% При этом у него еще были пассажиры Я уж не знаю, кто там за ним гнался Какого размера коронавирус его преследовал Что нужно было так и мчать в сторону Москвы Он там, типа, конечно, оформлял документы на гражданство Российской Федерации Но, видимо, оформил он только себе металлический гроб Владимир Владимирович Путин обнулился В данном разделе я хотел бы поиграть в адвоката дьявола Я, конечно, понимаю, что это не совсем уж новость-новость Но все же, сразу хочу сказать Не ставьте дизлайки, не обдумав то, что я вам сейчас скажу Смотрите, вот вы, многие из вас, точнее, активные пользователи интернета Диванные критики, диванные оппозиционеры Сразу начали кричать, что все плохо, ужасно У нас теперь царь навсегда А с ним страна на коленях Вообще, как можно жить в стране, которая на коленях Так вообще говорить в своей родной стране Ну, не суть, в общем, все плохо, все ужасно Помогите нам! Ну, так вот, включается адвокат дьявола И говорит вам следующее Ну, тогда идите на свои работы Приходите к начальству, генеральному директору И говорите, я хочу, чтобы ты сменился Но я думаю, генеральный директор вам скажет Знаешь, по-моему, ты остаешься без премии И вообще, напиши-ка мне по собственному желанию Потому что иногда нужно рассматривать государство С точки зрения, как одной большой компании Например, Apple Ведь в Apple кто сейчас? Стив Кук Как он получил должность? Просто потому, что умер Стив Джобс Все, если бы Джобс не умер То Джобс бы продолжал быть генеральным директором Apple Вот и все Смотрите на это с такой точки зрения, с более позитивной Если вы хотите поменять правление То вам нужно, скажем так, получить повышение И влиять на это правление Влиять на совет директоров Поэтому просто в данной ситуации Самосовершенствоваться, двигаться вперед И не сидеть на жопе ровно перед камерой Коронавирус победил Хабиба Нурмагомедова Это, конечно, странно звучит Но вообще, хотелось бы здесь поговорить об UFC 249 И даже если вы не фанат спорта Не фанат смешанных единоборств Вы, скорее всего, в последние годы Часто сталкиваетесь с темой UFC С темой борцов С темой Макгрегора Хабиба и так далее И тому подобное Поэтому нужно об этом поговорить Короче, был бой запланированный Который ждали буквально, наверное Все любители смешанных и несмешанных единоборств И добрая половина другого человечества Которые просто знают об UFC Это бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова Но с учетом коронавируса Хабиб Нурмагомедов не поедет В октагон UFC Который находится в Америке Он не поедет драться с Тони Фергюсоном И поэтому коронавирус победил Хабиба Нурмагомедова И это первый проигрыш Это как бы странная такая подводка новости Но это мой видеоблог Такие дела Субтитры сделал DimaTorzok